В канун Дня космонавтики в Астрономической обсерватории имени Василия Павловича Ингельгарда Казанского университета был проведен пресс-тур. Все подробности далее. Сейчас мы находимся на территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарда, которая была открыта в 1901 году. Именно Василий Ингельгард когда-то передал все свое астрономическое оборудование Казанскому императорскому университету. Это невероятно историческое место, и сейчас мы посмотрим, что находится за дверями обсерватории. В музее обсерватории можно познакомиться с историей развития Казанской астрономической школы с начала 19 века и до наших дней. Также можно увидеть уникальные старинные и современные телескопы и многое другое. Например, этот телескоп предназначен для получения точнейших координатов объектов небесной сферы. Появился объект, попал точно в перекрестие, нажимает на кнопку, фотографируется круги. Отдельные стенды в обсерватории посвящены нашим космонавтам. Напомним, что 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство Юрия Гагарина. Далее в планетарии Казанского университета Дмитрий Таюрский, проректор по образовательной деятельности, подчеркнул, что об этом сегодня нужно широко говорить, поскольку молодое поколение не всегда правильно понимает и воспринимает те успехи, которые были сделаны в советское время. Естественно, что такое событие большое не могло быть без коллективного труда большой группы ученых, инженеров. И немаловажную роль в осуществлении этого полета сыграла технология, которая хорошо вам всем известна, это технология радио. 7 мая на территории астрономической обсерватории будет проведена серия мероприятий, посвященных как раз дню радио, сказал Дмитрий Таюрский. Также стоит отметить, что на данный момент обсерватория имени Энгельгарта включена в так называемый список ожиданий Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Работа обсерватории по включению его в список ЮНЕСКО была начата еще в 2005 году. То есть у нас и буферные зоны нормальные здесь, и в общем-то уже сами здания являются переведенными в такую полу-юнесовскую систему, как вы сами сейчас наблюдали. Конечно, нам надо модифицировать еще многое что, но тем не менее, это уже музейного такого плана все объекты. Исторический телескоп настоят. На следующий год в обсерватории планируется большое заседание группы ЮНЕСКО. Возможно, именно на этом заседании и решится вопрос о включении астрономической обсерватории в список Всемирного Наследия. В совершении пресс-тура в Планетарии гостям провели астрономическую лекцию в Звездном Зале и показали полнокопольный фильм. Энджими Небаева, Виолетта Басова, Универньюс.